День рождения День хиротонии Кто празднует Вот даже здесь сидящий Кто хоть раз праздновал День крещения А кто вообще его знает Для большинства православных Крещение вообще Даже не является Каким-то значимым событием В их духовной жизни Они его даже либо не помнят Потому что оно было в детстве Либо даже взрослые крестились в толпе Когда крестятся 10, 20, 30, 40 80 человек за раз И вот в этой толпе покрестились И все То есть Мы обеднили этим самым Даже крещение А вот я знаю таких людей У которых крещение это было действительно Рождение свыше Одна женщина Вот В том году кажется Упокоилась Она мне в день своего крещения Всегда цветы дарила Для нее День крещения Это был действительно День рождения свыше Это был день ее первого покаяния Это был день ее обращения Она пережила прощение Всех грехов своей жизни Она праздновала этот день Это святейший день Вот Апостол Петр говорит В другом месте Это уже в послании он пишет Так и нас 1 Петра 3, 21 Подобное ныне Подобное потопу Крещение Спасает Воскресением Воскресением Господа Иисуса Христа То есть Крещение спасает Которое не плотской нечистоты Омытия Но обещание Богу Доброй совести Вот Вступление в Завет Вступление в Завет Это вступление в Союз Еврейское слово Берит Греческое Диотике Или Латинское Тестамент Которое перешло Во всеевропейские языки Вот Русское завещание Завет Да Оно очень глубокое Хорошее слово Но Оно не передает Немножко вот этого Значение Союза Вот например По немецки Альтебунд Нойебунд Старый Союз Новый Союз Союз Бога и Человека То есть Мы вступаем В Союз Причем Завет Это что за Союз Здесь Договаривающие Сороны Не на равных Одна Сторона Предлагает А другая Свободно Принять Или не Принять Вступая В завет Ну это как Если в юридической практике Работодатель И Ищущий работу Работодатель Он Он Говорит Такая работа Такие условия Такая зарплата Ну а ты Либо принимаешь Либо нет Если принял Заключается Трудовое соглашение Вот Бог Предлагает Я тебя люблю Ну как Юноша Девушка Говорит Я тебя люблю Она говорит А мне это не надо Все Ничего не будет А другой вариант А ее сердце Открылось И она Эту любовь Принимает И дальше Это все Заключается Брачным Обетом Да При венчании Юноша и девица Дают обет И они вступают В завет В союз Ведь в крещении То же самое Сочетаешься Ли Христу Сочетаюсь То есть Вступить В завет С Богом Это Очень глубинно Это очень важно Кстати Уже все Большее Количество Священников Начинают Говорить А некоторые Даже и Практикуют Воспроизведение Обетов Крещения Патриарх Пимен Который был До Алексея Второго Он батюшкам Рекомендовал Каждый день На утренних Молитвах Читать Иерейскую Присягу То есть Мы Перед тем Как принять Рукоположение Получить Благодать Священства Даем Богу Клятву Там Кстати Клянусь Всемогущим Богом Там Ну Страшные Слова И вот Если С утреца Вот эти Слова Еще раз Произнести То я думаю День Будет Прожит Как-то Вот Это Патриарх Пимен Так Рекомендовал Вот То есть Чтобы Мы Сознательно Вошли В этот Завет Не Воспроизведение Крещения Единое Крещение Его Никто Повторить Не может А вот Сознательно Заключить Завет С Богом А то Я человек Даже Крещеный Он говорит А я Богу Ничего не Обещал Ну Крестила Меня Мама Ну И что Ну Бабушка Крестила Какой Завет Ничего Я Богу Не Обещал Никогда Вот И человек Свободный Вот Это Очень Важно Чтобы Нами Было Пережито Вот Это Вхождение В Завет С Богом Эта Жизнь Меняет Радикально Сто Процентно Ведь В Крещении Как Повернись На Запад Отрекайся Повернись На Восток Вот Это Метаноэ Поворот Обращение Даже Физически Мы его Воспроизводим В день Крещения Ты Обращаешься К Алтарю К Востоку К Христу Который Есть Солнце И Правда Вот Это Конечно Неформально Ту же Клятву Можно Формально Читать Хоть Сколько Раз Речь Идет Чтобы Действительно Ее Дать Чтобы Действительно Господу Вот Это Обещание Дать Вот Это Покаяние Тот же Апостол Петр И Будет Всякий Кто Призовет Имя Господне Спасется Это Разовое Событие Я Призвал Имя Господне А теперь Я Спасаемый Теперь Я Народ Божий Теперь Я Царственное Священство Я Народ Взятый В Удел Часть Божья Я Имею Часть У Бога А Иметь Часть У Бога Это Быть Счастью Это Счастье И Есть Это Русское Слово Очень Хорошо Передает А Быть Без Частья Это Быть Несчастным Вот В Деяниях Апостольских Покаетесь И Докрестится Каждый Из Вас Вторая Проповедь Итак Покайтесь И Обратитесь Вот Это Икра Сметанои Обратитесь Чтобы Загладились Грехи Ваши Да Придут Времена Отрады От Лица Господа То есть Вот Когда мы Переживаем Это Первое Покаяние Начинаются Времена Отрады Лицо У человека Меняется Жизнь Меняется Все Меняется А Так Но Это Не Секрет Я Не знаю Насколько Это Повсеместно Прихожане Матерятся И Годами В этом Наис Поведи Каются Что Это Такое Это Отсутствие Первого Покаяния А второе Есть Второе Есть По-честному Каются Что Сматерились Как Как Могут Уста Которые Призвали Имя Господне И Будет Всякий Призывающий Имя Господне Спасется Как Могут Эти Иста Произнести Мат Значит Не было Первого Покаяния Поэтому Вроде бы Поэтому Вот этот Двойной Стандарт Он У нас Во всем Даже В одежде В храме Так В миру Так Даже Вот То Что у нас Здесь В храме Так В миру По-другому Манера Речь Жизнь Вот Вот Это Отсутствие Первого Покаяния Даже При наличии Второго И поэтому Мы никак Не можем Исцелиться То есть Вот это Второе Покаяние Терапия Не работает При отсутствии Первого Если опять С медициной Сравнить Есть операция И есть Реабилитационный Период Но если Операции Не было А сразу Приступить К реабилитационному Периоду Ну так И померить Можно Мы И помираем Духовно Имею Иду Исцеление Это не происходит Поэтому Нужна Операция Первое Покаяние А потом Реабилитация Второе Покаяние И тогда Происходит То что И должно Произойти С нами Господь Иисус Горит Савлу Когда тот По дороге В Дамаск Чтобы там Хватать Христиан Учеников Иисуса И заточать Темницы И когда Тот Обращается И Господь Ему Горит Деяние 26 глава Я теперь Посылаю Тебя К язычникам Открыть Глаза им Чтобы они Обратились От тьмы К свету Обратились От тьмы К свету В крещении Это мы Обрядово Даже Производим Запад Восток От власти Сатаны К Богу И веруя В меня Получили Прощение Грехов И жребий С освященными Вот у нас Есть жребий С освященными А вы чувствуете У нас даже Эти слова Это вообще Не терминология Наших бесед И даже Наших проповедей Вот спроси Кого У тебя есть Жребий С освященными Скажет Куда ты Такой взялся Вообще Священное Писание Мы же Испоедуем Апостольскую Церковь Вот Апостолы Чтобы получить Прощение Грехов И жребий С освященными Все у меня Жребий С освященными Я получил Прощение Грехов Это Произошло Чтобы они Покаялись И обратились К Богу Делая дела Достойные Покаяния А вот это Уже Второе Делая дела Достойные Покаяния Апостолы Яков Обративший Грешника От ложного Пути Его Спасет Душу От смерти И покроет Много Грехов Обратить Грешника От ложного Пути Его А у нас Как-то Нет Вот этого Обращения И Даже нет Мы постоянно Любим Что? Грешный Многогрешный А вы Знаете Мне так И хочется В таких Случаях Слово Грех Заменить Хотя бы На один Самый Маленький Какой Самый Маленький Такой Грех Ну Самый Словенький Назовите Ну Лень Да Покушать Люблю Ленивый Ну Так Вот Написал Письмо Ленивый Наиленивейший То есть Начнем Наконец Слово Грех Не употреблять В суе Стоит Грех Заменить На реальный Грех И никто Не скажет О себя Что я Многогрешный Мы Заболтали Это слово У апостола Павла Кремлянам В пятой Главе Чтобы грех Стал Весьма Грешным Это слово Должно Стать Ужасным Отвратительным Противным Мерзким Ну Скажи Я Наивонючейший Я Вонючий Вот Ведь не скажем Потому Что это Противно Так Вот Грех Должен Стать Нам Противным И Вот Когда Я Что-то Противное Делаю Тогда Я Говорю Боже Милостив Будем Не Противному Грешному Я Называю Свой Грех И Та же Испой Там же У нас Люди Приходят На Испой Не Говорят Просто Грешно Батюшка Вот Они же Говорят Как Конкретные Свои Греха Грехи И это Трудно Правда Мы все Уже Уже С вами Исповедовались И Ну Иногда Это Прям Сильно Трудно Трудно Субтитры создавал DimaTorzok